В Алматы и в Театре юного зрителя имени Натальи Сац состоялась премьера необычного спектакля. Он идет в сопровождении аудиодескрипции словесного описания происходящего на сцене. Посмотреть постановку смогли дети с нарушениями зрения и их родители. Жанар Канафина побывала на премьере и поделится своими впечатлениями. Это не корова, а корон, который на голову одевается. Гостей Театра юного зрителя имени Натальи Сац провели за кулисы, где их встретили актеры, охрана короля, принцесса и сам его величество, король из сказки «Бременские музыканты». Детям все было интересно, даже потрогали костюмы артистов руками. Ведь они так привыкли осязать и познавать окружающий мир. А затем началось главное действие. Юным зрителям выдали наушники. Проект стал возможен благодаря тренингам благотворительного фонда «Дара». Театр создал аудиодескрипцию. И сегодня незрячие дети будут смотреть спектакль наравне со всеми. У них будет для этого специальный человек, аудиодескриптор, будет рассказывать, описывать все действия на сцене. Сауле Байниетова заведует педагогической частью театра и прошла специальное обучение в фонде, чтобы создавать вот такое аудиосопровождение для незрячих детей. Фактически ей пришлось заново переписать сказку. Это ее голос звучит в наушниках детей. Им это помогает создать в голове картинку. Ну и плюс воображение, конечно, дети же. Я думаю, что для их развития будет очень хорошо. Потому что они будут чувствовать... Вообще у нас задача, чтобы любые дети, дети с отклонениями, дети с какими-то особенностями, чувствовали себя в театре как дома. Почему? Потому что это наши главные зрители. Маленький Мансур хоть и любит ходить по спектаклям, но слышит аудиосопровождение впервые. Мамы, которые являются для этих малышей их глазами, позволили себе немного отдохнуть. Нам приходилось самим, перебивая спектакль, ребенка, объяснять ему, что вокруг происходит. Здесь мы имеем возможность, чтобы ребенок сам самостоятельно посмотрел, проанализировал, представил, пофантазировал это произведение. Мне очень понравилось, как нам предоставили вот эти аппараты. Очень удобно. Я периодически слушала, когда спектакль был. И дословно проговаривала, что король упал, упал направо, налево. Вот это очень понравилось, очень благодарю. Жанна Арканафина, Айден Калоев, Алматы, Первый канал, Евразия.